друзья я верю что бог хочет накрыть столы знаете что но бог он как любящие отец который готовит для тебя пищу не он хочет напитать тебя знаешь я понимаю когда мы правильно питаемся да правильно питаемся это не когда ты ешь сельдерей лук там и дыни и бобовые разные да там и ходишь веганское кафе это неправильное питание правильное питание это огнец заклоны за нас тебе нужно есть мясо аминь все согласны религиозные веганы они очень слабые я ну не против если ты кушаешь овощи да допустим не против но в духе святом ты должен есть агнца с горькими травами ты веришь в это знаешь почему потому что это то что сделает тебе сильным ты люди знают да чтобы поднять какой-то вес да надо много мяса да чтобы хорошо поработать особенно если работа тяжелая знаешь почему люди в церквях очень немощные они мясо не едят они не едят мясо они не ходят в духе они слова не читать не в молитве время они не прокачивают себя вообще никак они очень слабые очень часто люди ну религиозные дистрофики страшно на это смотреть бог ведь я предназначил тебе силу но знаешь что многие люди делают они взяли ключи разумения сами не ходят силой отрекшись силой отрекшись отрекшись просто сели просто на сельдере и там что-то морковку лук ну чисто так по-вегански чтобы не напрягаться ну братья сестры давайте откроем местописание я верю что все писание но помазано духом святым я верю что буква убивает но дух он животворит дух животворит и я верю что бог нам дает такую пищу которая на самом деле питает твой дух он так заботится о своих детях я не знаю ребята я когда читал вот когда ученики там остались без иисуса меня настолько это тронуло просто сидел и плакал знаете что там написано короче не буду читать я вам расскажу я думаю что все или знаете эту историю чё там когда не вышли рыбу ловить вышли рыбу ловить но иисуса уже не было они вышли рыбу ловить до этого они были с иисусом а потом без иисуса и без иисуса они пошли ловить рыбу как всегда это делали вот представь ты как всегда ходишь на работу ну как обычно короче просто вот сутишься там что-то шпаклюешь там страбишь ну вот так вот в депрессухе да как бы тебя там еще кинули не заплатили как бы ты отработал там три дня или сколько думал заработаешь много денег и возвращаешься домой и тебе не заплатили ты уставишь в робе идешь домой у тебя дома жена дети тебе за квартиру надо чем-то платить в каком настроении ты идешь вот представь ученики ловили всю ночь иисуса нету это уже у них депрессия хотя он сказал что не оставить и не покинет короче его нету непонятно где он они петр сказал я иду ловить рыбу и все по что он лидер был все сказал я тоже буду я тоже с тобой буду ловить рыбу они все пошли ловить рыбу ловили всю ночь петр не просто закатал рукава вычит как петр вообще ловил рыбу не читали он был без трусов ну знаешь почему потому что он очень тяжело работал не просто закатал знаешь когда тебя сильно жарко или ты сильно вот работаешь ты раздеваешься полностью то есть а там он работал потому что там никого не было и там были одни мужики так что он решил в таком виде ловить рыбу потому что рыбе все равно как он там ну короче да он не стеснялся всю ночь ловил он устал голый уставший голодный мокрый в депрессии там на берегу кто-то костер распалил горит костер а еще утро светает ну холодно роса еще так и и так короче тягово было и он что-то почувствовал что что-то там огонь горит не просто так и кто-то сказал что это иисус он просто ну быстро натянул там чем-то об каким-то полотенцем этим банным и побежал к иисусу ну написано что они его даже не сильно не узнали кто это они не узнали и знаешь он говорит он не сказал им апостолы у вас есть что-то покушать или мужики у вас есть что-то поесть или там как-то я не знаю ребята знаешь он сказал где эти а этим детям было уже ну они взрослые мужчины были он говорит дети не бородатые были да такие вот угры дети мои дети иисус ненамного был старше их да они были молодые но он ненамного старше был ему 33 было им там но я не знаю как бы короче они взрослые были агре детки мои у вас есть что-то покушать узнал что у них ничего нету просто хотел их немножко вывести из этого состояния депрессии полный они горит нет у нас ничего он горит ну закиньте там это они закинули и все не могли вытащить сеть потому что было пор потому что она про прорывалась короче наловили рыбу и когда они вышли библии написано что горел огонь и рыба уже пеклась но на огне это не они наловили это иисус уже уже все он ждал их знаете чем я хотел сказать друзья стоит иисус ждет нас пока ты там бултыхаешься без трусов зарабатываешь деньги да там где то вот ну в поте лица а библии написано как там работать будешь в поте лица это проклятие но они говорю что не надо работать работать надо кто не работает тот не ест но это было как проклятие благословение заключалось в том что закинуть один раз и поймать кучу рыбы ты понимаешь ты можешь работать цены ну месяцами и получать востока можешь работать вот так и за и получить вот так это не хитрость это вера это мудрость ну так вот говорит по слову твоему я закинул то есть так как он думал так как он понимал как он вот всю жизнь он рыбачил логично но ничего не получилось но говорит по слову это нелогично сейчас нет возможности ничего поймать тем более мы уже устали и еще раз вот это закидывать зачем я уже ну десятки раз закидывал сеть я ловил тогда она когда можно было поймать но он говорит но по слову твоему у него хватило смирения знаете друзья когда мы уставшие раздраженные депрессивные вымотанные нам так сложно иисусу сказать я закинул по слову твоему я по слову твоему закину и он согласился не знаю на сколько он там весь сколько у него там веры было если у тебя столько разочарования ты десятки раз закидывал и нет иисусом показал ребята я я с вами и он накормил их он он жарил рыбу для них ты понимаешь он сидел и жарил они почувствовали полное принятие что их не учитель их не отец который горит дети есть если я забочусь меня убили но я все равно пришел к вам понимаешь он настолько заботился о них он пришел к ним и что просто пожарить им рыбы он не однажды являлся еще одно место давайте откроем я хочу показать вам друзья ну что иисус хочет накормить нас верой царство божие это не пища и питье но праведность и мир и радость в духе святом он хочет напитать твой дух иисус горит моя пища моя пища это должна быть твоя пища творить волю отца понимаешь бог хочет накрыть для тебя стол и своих духовных блюд исцеление освобождение благословения и так далее бог и физически хочет тебя благословлять бог говорит ищите прежде царство небесное если он отец он не оставит тебя никогда сирот сирот сиротой помните эту ситуацию с блудным сыном первое что отец сделал выбежал к нему заколол теленка и сделали большой пир много еды было он говорит мой сын был мертв и нашелся смотри когда ты прибегаешь к отцу что он делает первым делом он накрывает огромный стол знаешь почему чтобы накормить тебя чтобы накормить тебя чтобы ты почувствовал себя сильным когда ты напитан в духе святом ты сильны ты сильны когда бог напитает тебя он он преломил чтобы ты ел это тело выгарит вкусите твои глаза откроются бог говорит вкусите ешьте вкусите и увидите как благо господь я я просто хочу вам показать такой момент что иисус на естественных вещах показывал своим ученикам что все просто ребята что я с вами что я люблю вас он еще являлся им помните когда они там страхе сидели ученики сидели в комнате и были в большом страхе и они не понимали что происходит такая же ситуация иисус прошел сквозь стены вы просто зашел к ним когда они рассуждали о нем я верю друзья что когда мы рассуждаем об иисусе иисус проходит сквозь стены просто он приходит а знаешь о чем они рассуждали перед этим им явился иисус они шли где-то там по дороге тоже рассуждали и помните да он пристал к ним и начал разговаривать они его не узнали потом он только хлеб преломил глаза открылись прикинь когда иисус преломляется твой хлеб у тебя глаза открывается то есть и они пришли и этим ученикам начинают рассказывать как только они начали рассказывать прикинь сам иисус заходит и первая реакция их никакая знаете они в шоке были горит это скорее всего ну какое-то привидение они испугались горит ребята зачем такие мысли входят сердце это я на тип пощупайте и знаете что он спросил у них если у вас поесть что-то такой же вопрос горит а у нас есть немножко рыбы печеной там и меда чуть-чуть да представь он берет рыбу кусает ее вытягивает рыбью кости и петру говорит вот о чем я и говорил так написано в псалмах помните или не читали друзья мы до конца не понимаем что иисус у не религиозен он специально ученикам вредайте мне рыбу меда я он специально перед ними ел не знаю как бы чавкал не чавкал ел мед эту ложку облизал ее он специально перед ними это все делал что мы не видели горит ребята я об этом вам и говорю то что было написано обо мне вот представь они смотрят на него они не могут вообще въехать смотрите а сорок первый не верили и дивились он сказал им если у вас какая пища они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял и перед ними ел 44 и сказал им вот что о чем я вам и говорю и 45 стих тут написано что у них открылся ум у них ум открылся после чего после того когда когда откусил он рыбу и облизал ложку с медом понимаете или нет он герменевтику не преподавал им или какие-то мудрые вещи понимаете что он простыми вещами им объяснял царство божие и на этом было помазание на этом была сила ты понимаешь друзья я верю что иисус он не такой как мы часто себе его представляем он он вникает во все твои нужды он знает когда ты голодный он просто хочет тебя накормить придите ко мне все нуждающиеся обремененные все что он хочет напитать твою душу напитать твое сердце для того чтобы ты был сильным чтобы ты вкусил и увидел как благ господь ладно много не буду говорить помните историю с иоаннафаном но я не буду читать но библии написано что когда было сражение он зашел в лес с войском своим а его отец саул он заклял всех сказал что ну вы не должны вкушать пищи потому что ну потому что потому что я так сказал у пастыря так бывает делают ну потому что я так сказал эти люди они не могли сражаться то есть они сражались с последних сил и иоаннафан не слышал этого заклятия и он спокойно мог себе позволить а все боялись а иоаннафан не боялся значит потому что этот человек был свободный в духе святом этот человек который принес победу израиля это человек который очень сильно похож на давида потому он так полюбил давида иоаннафан когда увидел врагов своих и сказал господи для тебя нет вообще разницы через мало через много спасти и он пошел со своим слугою смотрите смотрите получается у израиля не было оружия по той причине что филистимляне сделали так чтобы у них не было мечей а если нужно что-то было заточить сошку топор там какой-то плух нужно приходить к филистимлянам два меча только было иоаннафана и у саула и поэтому короче чтоб израиль даже не дернулся я понимаю во многих церквях просто у многих верующих просто нету химячей они просто идут к этому к врагам своим и точат эти сошки короче ну знаешь что сделал иоаннафан он богу говорит господи для тебя вообще проблем нету много мало нас представь их только двое иоаннафан говорит вот я пойду в гору если горит он скажет подымись сюда значит и предал их иоаннафан настолько был ну как это безбашенный и они его зовут иди сюда иди сюда мы с тобой поговорим то есть они прикалывались над ним они его звали чтобы поиздеваться а инофан их просто начал валить всех и они начали падать а слуга просто начал добивать а чем я хочу сказать друзья и израиль поднялся в духе знаешь почему потому что он увидел победу что они что-то могут потому что один человек мог что-то сделать и они начали гнать филистимлян и когда они зашли в лес иоаннафан такой опа они увидели на поляне там ну мед стекает там с дерева или откуда я не знаю иоаннафан говорит вот мед надо поесть он взял палку просто обмакнул короче и и поел а ему эти воины говорят слушай так отец твой заглянул горит да мне все равно горит он горит отец смущает народ смущает народ горит а у меня глаза просветлели представь у него глаза просветлели бог хочет просветить твую тьму когда ты правильно питаешь питаешься ты ну иоаннафану все равно вот эти религиозные вещи он был свободны понимаешь он был счастливый человек но саул просто по своей глупости он делал неправильные вещи он людей заглял чтобы они не ели а иоаннафан говорит мой отец он смущает народ если мы просто поели мы сделали победу еще больше бог не планировал это иоаннафан поел у него глаза просветили он пошел дальше рубить всех понимаешь если ты будешь правильно питаться ты будешь побеждать эти люди не ели они были ослаблены но бог так хотел сделать большую победу но знаете что интересно религиозные люди они толкают тебя в грех люди начали есть с кровью потому что они хотели есть и саул начал просто возмущаться как это не грешите перед господом да они грешили ели с кровью говорит давайте привалите камень и вот здесь на камне ну хоть кровь чтоб стекала это тушу разрезали ложили на камень кровь стекала и по закону тогда можно когда ну без крови и они ели и победа была великая и знаете что интересно когда эта победа совершилась саул начал вопрошать господа бог не отвечал ему идти ли мне там поражу ли а бог ему не отвечал он спросил у пророков что происходит потом как-то они через умим тумим и всю эту вещь и начали решать и и выявили что кто-то все-таки поел раньше времени и саул начал эти вещи и жребий вычислять и вычислили что это все-таки был и анафан и знаешь что саул сказал говорит ты должен сын мой умереть такой любящий папка есть такие пастори а тоже а вот ты должен умереть и анафан посмотрел на него и говорит папа ну я я должен умереть потому что я поел меда не знаю это был как в приколе или в сарказме но он спросил его отец я должен умереть только за то что что я поел меда и мои глаза просветлели да ты должен умереть потому что я так сказал знаю что интересно ему не позволили это сделать знаешь кто они не умертвили его потому что поднял подняла все войско говорит ты не убьешь его ты не убьешь его его защитили воины горят через него бог сделал великую победу но саул настолько был глуп настолько был но я не знаю как бы он был готов убить своего сына только потому что он поел меда дьявол не любит чтобы ты ел мед этот дух в нем возмущался представь это насколько ожесточение что он был готов убить своего сына я думаю давид он даже если сын там против него там чего угодно дело горит только отрока сохраните насколько они ну разные были я хотел сориентировать друзья чтобы мы правильно питались очень важно соблюдать правильное сбалансированное питание в духе святом неправильное питание оно ведет тебя в рабство и что под под неправильным питанием здесь написано что бог приготавливает трапезу на виду врагов твоих дальше израильский народ спрашивал у бога а может ли бог приготовить трапезу в пустыне читали об этом но он же может но они спросили может ли он приготовить трапезу в пустыне они не были удовлетворены тем вещами это что бог им давал он и так их кормил он давал им ману там это манна они там мололи и и она была как корианда как написано как лепешки с елеем короче в этих лепешках все что нужно было для организма это как энергетические протеиновые биодобавки короче там все все что нужно веришь короче они могли держать определенные нагрузки темп идти по пустыне и так далее почему потому что они правильно питались но они захотели мясо они захотели огурцов захотели дынь захотели горит там когда нам было бесплатно давали они захотели той пищи та пища которая была в миру горит а там было может ли бог точно так же сделать здесь слушайте друзья нам надо удовлетворяться тем что бог нам на самом деле дает и он дает нам хлеб на каждый день библии написано лучше зелени с этим мир чем куча убитого скота и с раздором ну так вот народ начал роптать и знаете что бог услышал ропот и он ответил на этот ропот это не была молитва это был ропот перепела начали падать мясо начало и падать и они от жадности начали все это есть как ты думаешь это божье благословение было или божье проклятие но они роптали ну они получили то что хотели у нас бывают молитвы такие эгоистические и написано еще прихоть не прошла бог начал их поражать я верю друзья что нам нужно есть только то что бог нам дает не надо нам просить перепелов в свое время он даст тебе то что то что нужно у бога есть то питание которое нам надо сбалансированное правильное которое ведет нас к свободе в книге исход написано что что перед тем как выйти из рабства чтобы тебе выйти из рабства через моисея бог сказал что что им нужно приготовить что нужно приготовить чтобы тебе выйти из рабства тебе нужно что-то съесть в свой дух в свой дух тебе надо что то съесть и И Бог сказал, чтобы они Растили агнца Потом собрались по семействам Чтобы этот агнц был полностью съеден Чтобы ничего не осталось Вообще ничего не осталось По семействам и так далее Для чего? Это выход Это в Духе Святом Когда ты правильно питаешься, ты начинаешь правильно мыслить Они не могли мыслить Как свободные люди, что Бог их может Вывести на свободу, почему? Если ты пытаешься информацией поражения Допустим, смотришь новости Ты мыслишь как пораженец Ты питаешься Сколько людей питаются Мусором Всякой информацией негативной Ты точно так же и поступаешь Друзья, мы должны Есть слово Ты должен его съедать, переваривать Чтобы оно было растворенное Там есть место такое, что Не принесло слово слышанное Нерастворенное Слово слышанное Нерастворенное Слово, которое ты слышишь Ты должен съесть Там в книге Иезеки Что-то света мало Я не могу прочитать В книге Иезеки Там есть место такое Бог показал свиток И там было что-то написано С одной и с другой стороны Бог ему говорит Возьми и съешь его Прикинь, ну кусок бумаги Съешь И когда он съел Он стал сладок у него А потом Горек И Бог говорит И пойди Читали об этом И сказал мне Сын человеческий Съешь Что пред тобою Съешь Ты вот это должен есть Ну, понимаете? Что тут Давайте вместе прочитаем И сказал И сказал мне Сын человеческий Съешь Что перед тобою Съешь Это Свиток И иди И говори Дому Израилеву То есть Пока ты не поешь нормально Не надо Ни тебе Никуда идти Тебе нужно съесть Этот свиток И тогда ты можешь Пойти К сынам Израилевым И он сказал мне Сын человеческий Встань И иди В дом Израилев И говори им Короче Бог ему говорит Что я сделаю Лицо твое Как кремень Что как алмаз Что буду тратовать Против тебя Но не одолеют Знаешь После чего? После того Когда он правильно поел Когда ты правильно поел Ты становишься Сверхъестественным Понимаешь? Ты можешь поднять Такие веса Такие веса Просто Которые На редиске Ты не сделаешь Таких результатов Нам нужно Есть Много Много Мяса Чтобы мы Формировались Как орлы Потому что Орлы не Питаются Зеленью Ты должен Есть мясо В духовном Плане Львы Иисус Он лев Из колена Иуды И написано Он Я рит Вселюсь в них И буду Ходить в них Чем лев Питается? Ты должен Есть мясо Знаешь Что дьявол Боится Песню Помните? Дьявол Боится Рычание Льва Вот на следующем Служении Эту песню Будем петь Дьявол Боится Рычание Льва Как ты можешь Зарычать Если ты не Ешь мясо Прикинь Если Просто Льва Кормят Ну Отрубями Какими-то У него Пропадают Все хищнические Эти моменты Он Чахло У него С костями Проблема Он бежать Никуда не может Он не хищник Друзья Нам очень важно Чтобы орел Поднялся Чтобы он Нормально Функционировал Летал Там Его юность Обновлялась Подобно орлу Он не будет На озерне Это делать Ты понимаешь? Орел Поднимается На высоту Оттуда Высматривает Себе добычу Он не летает Над кукурузными полями Там, где просто Кукурузы Поесть Он смотрит Жертву Чтобы сбить Ее Чтобы поймать Ее Кит-орлы Просто хватают Они не могут Поднять барана Они его просто Скидывают А Ну А скалу Ну как бы Со скалы Вниз Мы тоже Это должны делать С нашей Добычей Кидать Об скалу Об Иисуса Нашу проблему Я верю Что Бог Хочет Просто накрыть Огромный стол Напитать Тебя Чтобы рогами Ты избадал Врагов Своих Чтобы ты Взыграл Как телец Вассанский Упитанный Ты должен быть Упитанный Упитанный Это который Он ест Нормально Понимаешь? Бог Он ведет Нас на злачные Паждые К водам Тихим Он хочет Утешать Тебя Он хочет Вразумлять Тебя Он хочет Наставлять Он хочет Вселить В душу Твою Бодрость Он говорит Я даю тебе Хлеб Который Укрепляет Твое Сердце В Израиле Пекли хлеб Он физически Ну воздействовал На сердце Укреплял Сейчас хлеб Который Готовят Особенно Белый Вот этот Он не Укрепляет Сердце Он делает Другие В обратную Сторону Ешь Зерновой Хлеб Ешь Правильный Хлеб То Что Повлияет На Твое Духовное Здоровье Возлюби Чистое Словесное Молоко Чтобы От него Вырасти У вас Спасение Когда Отец Накрывает Столы На виду Врагов Наших На виду Обстоятельств Да Вот Если У тебя Есть Ребенок И ты Кромишь Его Грудью Он Ж Не Чувствует Никих Проблем У этого Ребенка Может Есть Какие-то Враги Но Он О них Еще Не Знает Кто То Его Не Любит Кто Тво Уже Ненавидит Да Вот Как Иисус Родился У него Уже Были Враги Он Вроде Ни с Кем Не Враждовал Но У него Уже Были Враги Которые Искали Его Смерти Он Не Чувствовал Никаких Проблем Потому Что Мама Его Кормила Грудью И Все Он Возрастал Все Хорошо Так Вот Друзья Я Верю Что Бог Он Наспокоит На Злачных Пажетях Злачные Это Хорошие Там Где Ты Должен Напитаться И Взыграть Как Телец Вассанский Упитанный Нам Нужно Правильно Сбалансировано Питаться Это Словом Божьим Наполняться Духом Его Вкушать Как Благ Чтобы Кости Твои Они Уточнели Бог Говорит Я Уточню Твои Кости Ну Уточню Сделаю Крепкими Я Сделаю Ноги Твои Как У Оленя Если Ты Хочешь Нести Определенную Нагрузку Тебе Нужно Правильно Питаться Вот У нас Человек Один Да Ну Он Питался Неправильно И Позвоночник Чуть Не Высыпался Не Высыпался У Нее Я Врач Сказал Надо есть Что Мясо А ей Сказали Что нужно Чтобы быть Красивой Надо Не Есть Мясо Но От Этого Она Стала Еще Страшнее Да Ну Ну По Крой Мере Грустнее Ну И Страшнее Тоже Кстати Короче Ребята От Неправильного Питания Вот Человеку Говорю Ну Не Ешь Чипсы Да Вот Человеку Не Ешь Вот Это От Неправильного Питания Образовались Да И это Тоже Камни Камни Чтобы Камни Эти Ушли Что Нужно Сделать Что Врач Сказал Много Воды Надо Пить Чтобы Эти Камни Были Разбиты Это Это Вода Духа Святого У Тебя Тоже Могут Какие-то Камни Появляться От Неправильного Питания Какие-то Обиды Вот Ты Не Можешь Их Разбить Туда Надо Просто Струей Знаешь Как Вот Эти Вот Когда В Канализации Вот Это Забиваются Короче Есть Под Большой Струей Короче Пробивают Эти Вещи Я Понимал У многих Людей Настолько Все Там Засорилось От Неправильного Питания Там Уже Сосуды Нечищенные Потому Что Неправильно Питаешься Юность Твоя Она Не Обновляется Может Это Старый Очень Стал Старый Стал Немощный Люди В 45 Себя Уже Хоронят Почему А Халиф Он Правильно Питался Представь В пустыне В стрессах Чем Он Питался Манной Питался Но зато Говорит Господи Правильно Питался Правильно Питался Правильно Видел Правильно Чувствовал Правильно Понимал Так что Друзья Я хочу Вас Ориентировать На то Чтобы Мы Возлюбили Чистое Словесное Молоко Чтобы От него Возрасти Воспасение Чтобы Мы Ели Мясо Чтобы Мы Шли Из Веры В Веру Не Надо Мешать Разные Блюда Это Не Всегда Правильно Это Вообще Неправильно Знаешь Почему Вот В Библии написано Различными Учениями Не увлекайся Не увлекайся Потому что Представь Ты смешал Селедку Под шубой Тут Молоко Там еще Что-то Короче Вот это Намешал Намешал Бурду Что будет С тобой Смотри Когда евреи Выходили Они просто Простую еду Ели Они ели Агнца С горькими Травами И Пресный хлеб Все О чем Я хочу сказать Сориентируйтесь На Агнца И Пресном хлебе Все Когда мы едем Вот в татарское кафе Ты шурпу Вот когда берешь Что там Бульон Картошка И кусок Баранины Все Или говядины Ну лучше баранины Да Мы свинину Не едим Ну если так Тихоря Хорошо Друзья Мы в духе Должны должны Вкушать Агнца С горькими Травами Агнца С горькими Травами Травы Они помогут тебе Просто переварить Этого Агнца Горькие травы Это страдания Это твои переживания Это те проблемы Которые ты переживаешь Да Это поможет Правильно Этому мясу Усвоиться Написано Он близок Тем кто сокрушен Сердцем Это У тебя должно быть Правильное положение Сердца И написано Чтобы ты ел Эта Агнца С поспешностью Ну быстро Был приготовлен Понимаете Есть условия Как ты должен Духа То что нас Насыщает И обогащает Помните Там есть Про мудрость Последнее скажу Потому что я что-то Не могу прочитать Нормально Там написано Мудрость Построила себе дом Помните место Вытесала себе Семь столбов А растворила Там Что там Вино Заколола Жертву Мудрость Мудрость Построила себе дом Это ты Это я Мудрость Хочет построить Там дом Вытесала Семь столбов И там Послание было написано К семи церквям Это церковь Понимаешь Растворила жертву И приготовила пир Это сделала мудрость На Иисусе Когда написано Что на нем Почевал Дух Премудрость Я верю Что отец Он просто хочет Накрыть огромный стол Для детей своих Это мудрость Вытесала Семь столбов Вино Жертву И приготовила Что там написано Себе дом Вытесала Семь столбов И дальше Что там Заколола жертву Растворила вино свое Приготовила у себя Чего Мудрость Приготовила трапезу Дальше что там написано Послала Сук своих Пора возглашить С возвышенности городских И там написано Кто чуть-чуть не догоняет Придите ко мне Ну то есть Это про нас Ну да Вот это Более Современный перевод Кто неразумен Обратись сюда Искудамумаму Оно сказало Понимаете Вот кто из нас Скудоумен Есть такие Ну скудоумен Что нету никого Скудоумных Идите Ешьте Хлеб мой Пейте вино Мною растворенное Это делает Да ребята Мы все В каком-то смысле Скудоумные Без Бога Пусть Премудрость Она построит У тебя дом Вот здесь В твоем сердце И вытеслить там Семь столбов Это церковь Понимаете Это ж прообрази все Кто неразумный Там написано У кого не хватает Мудрости Просит у Бога Немало не сомневаясь Когда ты правильно Будешь питаться На тебе Будет почивать Этот дух Мудрость Потому что Мудрость хочет Накормить тебя Понимаешь Хорошо Ладно Давайте помолимся Отец Мы Превозносим Твое святое имя Боже Мы благодарим Тебя Боже Что ты питаешь Нас Господи И в доме твоем Хорошо Я благодарю Тебя Иисус Что в доме Есть твоя пища Твой хлеб Я благодарю Тебя Отец Что ты питаешь Нас Боже Господи И ты даешь Детям своим Не камень Но хлеб Когда дети Просят у тебя Боже Я благодарю Тебя Иисус Благослови нас Боже И распусти нас С миром Пусть твоя благодать Пребывает на нас Боже Господи Отец Благослови Господи Благослови Дай нам быть теми людьми Которые раздают Этот хлеб Боже Господи Отец Мой Я молю тебя Пусть в нас будет Эта мудрость твоя Божия Которая построит Этих Вытешит Этих Семь столбов Боже Господи Пусть она Растворит Это вино Божие Приготовит Эту жертву Этот пир Божий Отец Мы благодарим Тебя Иисус Слава Тебе Мы нуждаемся В Твоей мудрости А Ты сказал Что начало мудрости Это страх Господин Божий Слава Тебе Отец Сын И Дух Святой Аминь